меня зовут Антонина приветствую вас на канале дачный сезон круглый год сегодня цыплята 10 дней живут в брудере брудер из оцинкованного металла находится брудер в курятнике в этом году какая-то такая холодная весна и хотя уже фактически конец апреля тепла еще до сих пор не было на улице днем температура плюс 5 но иногда поднимается плюс 8 сами понимаете что ночью этой 0 и минус 1 и большая проблема была куда же ставить этот брудер вообще-то его место в сарае неотапливаемом отдельно от кур но так как в этом году холодно я побоялась их там самих оставлять и побоялась даже даже что придуманная нами инфракрасная пленка прикрепленная к фанере не даст им достаточно тепла чтобы им было комфортно и поэтому я решила перенести этот брудер в курятник там где живут взрослые куры на 40 цыплят размеры брудера 50 на 100 сантиметрах 50 сантиметров на 100 сантиметров скажу что мой опыт использования брудера фактически вот третий год и я поняла что брудер годится вот такой вот только для выращивания самого самого маленького поколения это вот с третьего где-то дня некоторые если в тепле то садят буквально с первого дня в брудер а так вообще-то три дня были они у меня в доме в тепле в коробке а потом на четвертый день я их пересадила сюда в этот металлический брудер и вот сегодня им 10 дней и вижу что им уже тесновато через два-три дня их нужно уже переселять куда-то в более просторную клетку то есть вот такие брудеры годятся только для подращивания цыплят от рождения и до 10 до максимум 12 и 14 дней конечно если бы цыплят было 10 штук они бы здесь жили дольше но так как их много им получается что уже вот буквально в 10 дней уже тесновато в этом году решила попробовать купила инкубационные яйца двух кроссов это мастер грей вот они такие серенькие крылышки отрастают это девочки а мальчики у них полностью белые и вот черненькие такие это кросс доминант крапчатый вот показываю вам терморегулятор открыла я брудер на улице холодной сарае тоже достаточно холодно и показываю что вот температура упала сейчас в брудере 20 градусов а вообще сейчас на сегодняшний день установлена температура поддерживается 26 и 4 десятых градусов то есть еще сверху брудер накрываю пленкой здесь же гуляют взрослые куры здесь же они несутся цыплята слышат постоянно пение и квахтание взрослых кур не знаю хорошо это им или плохо но думаю что ничего такого особо страшного в этом нет может даже наоборот хорошо сразу привыкают к взрослой жизни цыплята активные это кстати моите цыплята которые инкубировать инкубировались в экстремальных условиях 7 часов не было света ну цыплята выжили цыплята родились я очень этому рада и у меня есть видео даю ссылочку вверху посмотрите что не стоит бояться создайте им максимально тепло укутайте хорошо инкубатор и ждите обязательно проведите инкубацию до самого конца да вот сейчас легко вам показываю как мы с мужем приспособили инфракрасную пленку она на фанере есть тоже видео как мы ее там прикручивали чем ее прикручивали фанере смотрите просто на обычных веревочках в четырех местах привязана эта инфракрасная пленка к потолку брудера я переживала будет ли достаточно тепла так как на улице даст довольно холодно но переживала я напрасно когда мы сверху брудера накинули толстую пленку прозрачную тепличную еще два слоя эта пленка то тепла им там даже было с избытком то есть температура я буквально через день-два понижала понижала в соответствии с их возрастом прекрасно в курятнике стоял этот металлический брудер и в условиях даже холодной весны температурный режим у цыплят был выдержан бегают цыплята по металлической сетке тоже сразу думала может сверху положить пластиковую меня еще есть пластиковая сетка но муж сказал не выдумывай все нормально им там не холодно и действительно когда поднимаешь пленку и оттуда из брудера идет поток потепла то понимаешь что там цыплятам полностью комфортно брудер мне этот нравится он был недоработан у него несколько мы изменений сделали том числе теплый пол шел он в комплекте с лампой лампой красной которая мигала через терморегулятор была подключена и постоянно мигала это мне не нравилось я считаю что это эти 5 раздражало и как-то все это резало глаз и поэтому мы решили приделать сюда к брудеру на потолке инфракрасную пленку у нас это получилось и я этому очень довольна и температура держится и сохраняется конечно я понимаю только благодаря накинутой сверху тепличной пленки брудера есть приемник для помета состоит он из двух ящиков каждый отдельный вытаскивается отдельно посыпаю я тонким слоем опилок мелких опилок чистить конечно надо каждый день но благодаря этому у цыплят полностью сухо и тепло кормушка у них большая хорошая корм у маленьких цыплят постоянно насыпан первые две недели кормлю стартовым комбикормом но буквально вот шестого седьмого дня начинаю вводить в рацион молотую пшеницу и буквально вижу если все хорошо не там понос или еще чего то то через два-три дня начинаю добавлять уже молотую кукурузу и так на две недели мы выходим что уже они у нас едят 50 на 50 пшеница кукуруза и комбикорм вот это вот показываю это датчик терморегулятора вот так я его обычными стяжками прикрепила к сетке надо на определенной высоте конечно его цеплять цыплята его поклевывают но потом как бы интерес пропадает вот я вам все рассказала цыплятки бегают активные накормленные водичка в обычной стоит емкости да хочу по поводу терморегулятора сказать вот смотрите 20 6 5 это стартовая сейчас ну как бы базовая температура накрыла пленкой сейчас температура нагонится пока все всем удачи